После дам второй сессии горсовета муниципальное собрание еще толком не начал работать, а городской политический процесс уже разразился несколькими скандалами. Речь идет о так называемых тушках или, проще говоря, перебежчиках. Двоих оппозиционных депутатов со скандалом исключили из партии. Подробнее в нашем сюжете. Первая скандалилась фракция партии Шария, исключив из своих рядов экс-главу местной организации Алексея Нагаткина. Также шариевцы требуют, чтобы Нагаткин сложил мандат. Попросили из политической силы и его отца, который прошел в Одесский районный совет. Якобы Нагаткины продались Геннадию Труханову. По крайней мере, такую версию озвучил лидер партии блогер Анатолий Шарий. Труханов понимал, что если соберется внеочередная сессия, то не изберут его секретаря. Поэтому надо, чтобы сессия не собиралась. Поэтому надо было написать специальные бумаги, типа против созыва внеочередной сессии. И тут внезапно этот Нагаткин младший отказывается это сделать. Я моментально понимаю, что к чему, начинаю наводить резкость и мне залетает информация о заносе. О заносе. Вы поняли, да? Мы действуем молниеносно. То есть Нагаткин моментально исключается, равно как и папаша его, из партии Шария. Алексей Нагаткин отреагировал на критику бывших однопартийцев на своей странице в Фейсбуке. Из контекста сообщения понятно, что он не будет отказываться от мандата. Шарий, долгое время скрывающийся от украинского правосудия в Европе, пообещал лишить его депутатских полномочий через год, когда вступит в силу норма об императивном мандате. Также стало известно, что Нагаткин младший – единственный на тот момент представитель оппозиционных фракций, который проголосовал за назначение представителя «Слуги народа» Игоря Коваля на должность секретаря горсовета. Сегодняшнее мое решение продиктовано исключительно моим, как депутата городского совета, в видении наиболее продуктивного для Одессы и ее жителей решения. Блокирование назначения секретаря горсовета – это блокирование работы всего совета. Сейчас городу важны не политические игрища, а начало работы комиссии, сполкома, обсуждение критической ситуации в условиях экономического кризиса и пандемии. Еще один громкий скандал случился во фракции ОПЗЖ. Строительный вице-мэр времен Эдуарда Гурвица, который прошел по спискам ОПО-платформы, Михаил Кучук, стал первым вице-мэром, как и тогда будет куратором строительной сферы. Однако оказалось, что Кучук не согласовал свое назначение с однопартийцами, которые обвинили его в измене. Поэтому, отказавшись от депутатского мандата для перехода на чиновничью работу, он вскоре сложил и партбилет. Об этом в эфире студии «Репортер» заявил депутат Гурсовета от ОПЗЖ Роман Сеник. Это личная инициатива Михаила Ильича Кучука и, наверное, личные договоренности с этой партией и Геннадием Трухановым. Наша фракция не имеет никакого отношения. Сегодня Михаил Ильич был исключен, он сложил мандат, он уже не является членом ни нашей партии, не является депутатом городского совета. Более радикальным в своих высказываниях был сопредседатель партии и глава Одесской областной организации ОПЗЖ Вадим Рабинович. На своей странице в Фейсбуке он назвал Михаила Кучука предателем Одессы. Отмечу, что оппозиционеры смогут его заменить другим человеком, который идет следующим после проходной части списка ОПЗЖ на выборах в Горсовет. Также стали известны имена других заместителей городского головы. Все они ранее уже входили в состав исполкома. Светлана Бедрега, как и ранее, будет отвечать за бюджет и финансы. Павел Вугельман за инвестиционную политику и инфраструктурные проекты. А Дмитрий Жеман, избавившийся от приставки ИО, за сферу ЖКХ. В состав нового исполкома вошли люди, близкие к Геннадию Труханову, несколько слуг народа, а также двое людей, связанных с ОПЗЖ. Отмечу также, что по информации телеграм-канала «Профессор Мариарти», который в одесских СМИ связывают с советником и политтехнологом Геннадия Труханова Сергеем Назаровым, в состав исполкома вернется Олесь Янчук. До последнего времени он был вице-мэром по вопросам торговли.